В Омске открылся первый в этом году открытый каток. Стадион «Юность» будет работать с 5 до 10 вечера в будни и в выходные с 2 часов до 10. Организаторы обещают, можно покататься меньше, чем за 100 рублей. Обещают, на объекте есть все, чтобы весело, недорого и с пользой для здоровья провести время. Моя коллега Елизавета Василевич встала на коньки, чтобы проверить, так ли это. Здравствуйте. Здравствуйте. Сколько стоит билет? 90 рублей. Выход на лед. Тогда мне один. Хорошо. Спасибо. Недорого, но это если со своими коньками. У меня их нет, так что придется идти в прокат. Для взрослого это будет стоить 135 рублей на час, для ребенка до 14 лет 100 рублей. Ну что ж, идем за коньками. Здесь обувь всегда наточена. Говорят, если вы берете коньки, то их размер должен быть на несколько больше вашего. Однако на самом деле будет лучше, если ваши ноги будут плотно облегать обувь. Так что я буду брать свой размер. Кстати, не забудьте взять с собой паспорт. Здравствуйте. Мне 38-й, пожалуйста. Спасибо. Ну что ж, теперь коньки нужно заточить. Здравствуйте. Здравствуйте. Затащите мне, пожалуйста, коньки. Сейчас мы сделаем, и вы будете скользить. А затачивать вообще нужно для каких целей или чего? Для лучшего скольжения. Затачивать, чтобы конек не проскальзил. Не бойтесь зашнуровать коньки туго. Ведь если они у вас так же, как у нас, из проката, то, в принципе, наверняка они довольно разношенные. Ну и вообще плохо зашнурованные коньки, они лишний раз провоцируют возможность вашего падения. Так что лучше хорошенечко завязать, зашнуровать. Ну что ж, мы, в принципе, готовы. Отправляемся на лед. Если вы пришли в первый раз кататься так же, как и я, и делать это совершенно не умеете, то нужно помнить, что ваши ноги должны находиться в согнутом положении. Отталкиваться от льда зубцами не стоит. Нужно равномерно распределять вес от одной ноги на другую. Ну и, конечно, бояться упасть не стоит. Нужно просто получать удовольствие. И я попробую. Как настрой у вас сегодня? Хороший. Ну, лед еще не доведенный до конца. Ну, прекрасно уже что. И первый лед для Омска. Ну, это очень здорово, в общем, он первый. За несколько сеансов катания ваши навыки должны стать гораздо лучше. Однако, все-таки не стоит сразу же пытаться повторить успех тех, кто занимается этим с детства. Мне бы хотя бы сначала просто научиться стоять на льду. Двигайтесь в своем ритме, одевайтесь теплее и сохраняйте хорошее настроение. Елизавета Васильевич, Александр Лысак. Новости здесь, Омск.